Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Григорий Павлович, как вы считаете, зачем только что недавно Путин, который вроде бы отрегулировал все вопросы, опять появился в регионе? Ну, мне кажется, все достаточно просто и прозрачно по поводу причин для такого тура, достаточно серьезного, центрально-азиатского. Ну, просто уже понятно, чего Россия ждать на западном направлении. В общем-то, был расчет серьезный, стратегический на то, что, ну, в какой-то степени можно пересидеть вот эти непонятные годы, последние месяцы и с Западом, Соединенными Штатами Америки, после того, как там появилась новая администрация, новый президент, все наладится в той или иной степени. Ну, в общем-то, сейчас понятно, что ничего не наладилось, но, во всяком случае, надежды, которые возлагались на смену руководства США, не сбылись. Поэтому теперь снова активизируется азиатская политика. Центральная Азия является ключевым регионом, ну, если брать Евразию в целом. Мы уже об этом много раз говорили, потому что, если кто-то захотел бы разрушить, допустим, стратегические, всеобъемлющие российско-китайские отношения, то он бы зашел, прежде всего, в Центральную Азию и посмотрел, как это лучше всего, в кавычках, сделать. Поэтому азиатский визит вполне оправдан. Там решается целый комплекс вопросов, начиная с экономических. Важнейший блок вопросов – это безопасность. Об этом говорилось, в частности, вот сегодня в Таджикистане с Эммайли Рахмоном. Также культурно-гуманитарный блок очень большой. Вопрос только чистотехнический в количестве стран. Потому что до этого визита, когда он планировался, когда эксперты обсуждали предстоящие визиты президента Российской Федерации в страны Центральной Азии, говорилось о том, что четыре страны будут посещены в ходе этого тура. То есть Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан. Но не только менее. Сейчас почему-то Узбекистан выпал, хотя Узбекистан является очень важной точкой. Не просто сам по себе, но там новый президент появился. И он проводит достаточно интересную активную политику. Как бы это не перестройкой вообще было, какой-то местной. Ну, по крайней мере, пока в масштабах Узбекистана. Но пока что на данный момент мы имеем в наличии два совершившихся визита. И третий, по всей видимости, последний будет визит в Киргизию. Давайте послушаем, как сам президент Таджикистана рассказал об итоговой встрече с Владимиром Путиным. Сегодня нами проведена конструктивная и плодоторная работа, по итогам которой был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве. Примечательно, что визит уважаемого Владимира Владимировича проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Убежден, что его результаты придадут новый импульс динамичному и гармоничному развитию всего комплекса таджийско-российского сотрудничества. Россия была и остается ключевым стратегистом-партнером Таджикистана во всех сферах. Будучи гарантом выполнения мирного соглашения, Россия сыграла важную роль в процессе установления мира и согласия в Таджикистане, внесла существенную вклад в социально-экономическое развитие страны и укрепление ее национальной независимости. За годы независимости сотрудничество с Россией динамично развивалось во всех важнейших сферах жизнедеятельности. Правовая база таджийско-российских отношений, состоящая из около 260 документов, охватывает практически все аспекты нашего взаимодействия от военно-технического до крупных социально-экономических проектов. Состоявшийся диалог на высшем уровне вновь подтвердил высокую степень взаимного политического доверия, чем мы весьма дорожим. Стороны высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран. Мы согласились с тем, что для дальнейшего их совершенствования имеется большой неисползыванный потенциал. Как вы оцениваете форму, в которой находится сейчас президент и лидер Таджикистана? Мне показалось, что он немного, несколько изменился. Бодрость как-то исчезла слегка. Он не выглядит, к большому сожалению, на свои годы. Ему все-таки немного лет, по большому счету. Ну, допустим, в сравнении даже с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Тем не менее, он прочно находится, как президент, на своем посту. Каких-то проблем там не предвидится. Но, наверное, это в значительной степени, вот этот политический аспект, должен его укреплять. Потому что сейчас самое главное для российско-таджикистских отношений, это поступательное, стабильное развитие. Нам, как мне кажется, не хватает только одного в отношениях с нашими центрально-азиатскими друзьями. У нас много, на мой взгляд, может быть, это субъективный взгляд, но мне так кажется, у нас слишком много формализма в наших подходах к нашим вот этим ближайшим центрально-азиатским соседям. Мне кажется, что немного надо вот с этой формальной платформы уходить. Сейчас много появилось, кстати, общественных организаций, которые пытаются это делать. Но, тем не менее, со стороны это выглядит именно так. Надо внести какую-то живую ноту, облегчить это все. Но мне кажется, что вот с каждым годом все тяжеловеснее выглядят наши отношения. Это не очень хорошо сказывается на общей стратегии. Потому что люди должны видеть, что наши отношения приносят нам не только радость, но и какую-то пользу в целом. Давайте послушаем, как сам Владимир Путин оценил итоги встречи с Эммали Рахмоном. Переговоры с президентом Таджикистана прошли, как обычно, в очень тёплой, дружеской атмосфере. Сначала в узком составе, очень подробно обсудили практически все направления нашего взаимодействия, а затем с участием руководителей министерств и ведомств. Хотел бы подчеркнуть, Таджикистан – надёжный союзник и стратегический партнёр России. Наши страны объединяют проверенные временем дружественные связи. В апреле этого года мы будем отмечать, как уже говорилось неоднократно в ходе нашего визита сегодня, 25-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Большой вклад в укрепление двухстороннего сотрудничества вносит и лично президент Таджикистана. И в знак признательности этих особых заслуг сегодня я с большим удовольствием вручил Эммали Шариповичу высокую государственную награду Российской Федерации – Орден Александра Невского. Как вы знаете, Орденом Дружбы награждён также и министр иностранных дел Таджикистана. Отмечу, что в ходе нынешних переговоров приоритетное внимание было уделено расширению торгово-экономического партнёрства. Путин был в сентябре 2015 года в Таджикистане. И как следует из официальной хроники, по-моему, это его третий официальный государственный визит в Таджикистан за весь период его пребывания в власти. Но я скажу так, Путина любят в Таджикистане, очень ждут всегда. И особенно к этому визиту готовились как на высоком уровне, так и представители средств массовой информации, которые до последнего пытались раскрыть для себя вот эту интригу переговоров. В чём она будет состоять, какие вопросы будут обсуждаться. Одна из ключевых интриг состояла в том, даст ли в итоге Таджикистан согласие на вступление в Евразийский экономический союз. Таджикистан — это организация, созданная по инициативе Кремля несколько лет назад. Туда входит Кыргызстан, ближайший сосед Таджикистана. Но Таджикистан всё-таки последнее заявление. Таджикистан раздумывает на этот счёт, потому что в этом случае эта страна теряет очень многие преференции. Свои нынешние экономические страны не находятся в лучшем положении. Действительно, визит Путина ждали ещё и на уровне просто простых людей. Это люди, чья жизнь в последние годы непосредственно связана с Россией, с российской экономикой. Это обычные трудовые мигранты. Ежегодно примерно миллион, иногда больше, иногда меньше, миллион жителей Таджикистана находятся на заработках в России, которая за годы независимости Таджикистана стала практически единственной площадкой или рынком труда для граждан Таджикистана, которые на своей родине переживают очень серьёзные проблемы с безработицей. Поэтому один из ключевых вопросов, который ожидали, мы это знаем ещё и по звонкам, которые очень часто, каждый день, по много раз мы получали от самых разных людей, наших сограждан. Ключевым вопросом для них являлся вопрос так называемой амнистии тех, которые вошли в чёрный список людей, которых просто депортировали из территории России за нарушение такого вот мелкого административного характера. Россия подала сигналы сегодня как на уровне Шуалова, так и на уровне Путина о том, что их судьба может решиться самым положительным образом. Речь идёт о порядке 120 тысячах людей. Насколько эта амнистия коснётся этих людей, полностью мы ещё не знаем. Мы будем ждать официальных подтверждений. Забегать вперёд не будем. Но для многих просто простых таджикистанцев именно этот вопрос был ключевой. Что касается более высокого уровня, конечно, там есть свои вопросы. Если у вас будут вопросы, я постараюсь. Да, конечно, будем. Спасибо большое. Григорий, как вы считаете, способен ли президент Рахман, реализовав это всё, укрепить свою власть в республике? Я думаю, да. Здесь никаких сомнений по этому поводу быть не должно, потому что одним из главных вопросов на сегодняшней встрече двух президентов как раз был вопрос нашей военной базы на территории Таджикистана, вопрос безопасности таджикско-афганской границы. Более того, президент Путин говорил о том, что будет усилен диалог с официальным Кабулом по этому поводу. То есть безопасность укрепляется с обеих сторон границы. Что касается оппозиции, которая, таджикская оппозиция, которая, может быть, чем-то недовольна, она, в общем-то, достаточно активная. Мы помним, что не так давно происходило на территории Таджикистана, когда, ну, буквально, вот если просто говорить, там по горам приходилось ловить вооруженных людей. И до сих пор, кстати, непонятно, что там произошло. То ли действительно застрелены какие-то лидеры оппозиции, то ли они куда-то пропали. Это говорит о том, что ситуация в этом плане достаточно тревожная. Регион этот вообще очень напряжен сам по себе. Сама по себе граница очень протяженная у Таджикистана с Афганистаном. Тут же Киргизия, где тоже оппозиция, кстати, достаточно активно себя ведет. Вот две эти страны, я бы их выделил в плане наличия оппозиции из всего блока центрально-азиатских стран. Это именно Таджикистан и Киргизия. В Киргизии ситуация, на мой взгляд, еще более реактивная. То есть там люди буквально, когда что-то происходит не так, как они себе это видят в государственном устройстве, они буквально на грузовиках там с северной Таласской области спускаются. Это практически уже отработана схема. И пытаются установить свои порядки, ну или, по крайней мере, жгут там какие-то здания. Поэтому вопрос безопасности я бы, конечно, поставил на это место. Но, как, собственно, это и произошло на встрече двух президентов. Спасибо. Напомню, что еще у нас на связи Мирхад Шарибжан, журналист и бывший директор казахской службы радио «Свобода». Мирхад, скажите, пожалуйста, насколько заинтересован таджикский лидер в благословности Кремля, после того, как он полтора месяца назад назначил собственного сына мэром столицы Таджикистана. Ну, любой приезд Путина, для всех централизаций лидеров, это один из таких ключевых моментов, когда можно еще раз легитимизировать свою власть. Легитимизировать свою власть. То есть показать своим подчиненным и своим народам, что вот их уважают, и есть страны, в данном случае Россия, которая была и остается основным не только партнером стратегическим, но и старшим братом до сих пор. Поэтому это очень важно. Что касается, вот тут отметили про оппозицию в Таджикистане и про горы, тут я немножко не согласен. Дело в том, что кто там в горах, за кем ходил, какая оппозиция, тут надо разобраться, есть оппозиция разная. Есть оппозиция, которая, например, группа 24, лидера которого убили в Стамбуле. Скорее всего, спецслужбы Таджикистан, который никого не вооружал, а просто пытался создать такую площадку, диалог. Что касается Кыргызстана, вот только что пришло сообщение, что суд в Бишкеке санкционировал арест Тикибаева, Лунбека Тикибаева, это лидер оппозиционной партии Атамикен, отчизна, которого арестовали буквально на днях, а именно в воскресенье, 26 февраля. И вчера и сегодня около тысячи человек протестовало против его ареста. И я думаю, что визит Путина совпадет с очень большими событиями в Кыргызстане завтра. То есть 28 февраля. Что касается, ну как я уже ответил, является ли визит Путина как бы такой карточкой, что показателем, таким моментом, что вот я все-таки, ну для любого президента в Средней Азии сегодняшней, это карточка, чтобы показать, что мы вот здесь лективно возглавляем эти государства. Григорий, вот скажите, вот будет четверть века, как отдельно существуют все государства в Центральной Азии, насколько это для них вообще оказалось или выгодным, или наоборот разрушительным? Я думаю, что суверенитет в целом на протяжении вот этой четверти века был выгодным для этих стран практически для всех без исключения. Ну, наверное, даже я бы и Киргизию сюда отнес, потому что можно отдельно говорить о том, что получил народ, и отдельно о том, что отдельные представители народа. Так вот они в Киргизии все равно свое получали, пусть там потом кого-то смещали, каких-то представителей власти, тем не менее они свое получали и до сих пор на этом живут. Но если мы будем смотреть на ситуацию, как на какой-то постсоветский период, когда проедались остатки советского богатства, тогда мы можем сделать вывод предварительный о том, что все-таки серьезные проблемы для стран Центральной Азии еще не наступили. Во многом они отстроили свою государственность, ну, прежде всего здесь о Казахстане можно говорить, где-то по этому поводу еще очень много проблем есть. Вот, кстати, что касается оппозиции, наш коллега говорил о том, что непонятно, кто там имеется в виду в Таджикистане. Там разные есть представители серьезной оппозиции. Например, была запрещена не так давно партия Исламского возрождения Таджикистана. Вот ее представители как раз там с оружием пытались... Мы знаем также, как активно себя ведет таджикская оппозиция, но, может быть, ее не стоит называть оппозицией, но, во всяком случае, те люди, которые недовольны президентом Рахмоном, как они себя активно ведут в интернете, проживая в других странах, какие-то организации там пытаются создать и так далее. Поэтому весь вот этот комплекс проблем, не говоря уже об экономических проблемах, потому что экономические проблемы являются тоже ключевыми для стран Центральной Азии. Сейчас, на фоне того, что заканчиваются последние советские ресурсы, на всех не хватает тех денег, которые в каких-то странах за сырье получаются государством и так далее. У Таджикистана здесь другая несколько ситуация. Тем не менее, у Таджикистана свой набор проблем, как и у Киргизии. Киргизия до сих пор не нашла своего места в рамках экономического развития. Туда заходят какие-то компании, российские в том числе. Кто-то теряет, может быть, в чем-то свой бизнес или не видит того, на что он рассчитывал. Но люди, которые живут в Киргизии, они говорят о том, что мы не видим как раз результатов вот этого нашего развития. Потому что там уже давно новый президент, они на него рассчитывали. Ну, я не знаю, вот по отзывам люди все-таки не получили того, на что рассчитывали. Хотя, конечно, если брать в сравнении Таджикистан и Киргизию, Киргизия входит, как известно, в Евразийский экономический союз. Наша коллега сказала, что Таджикистан еще раздумывает. Вот это достаточно интересный момент. На этом фоне как раз страны ЕАЭС, Евразийского экономического союза, должны показать тому же Таджикистану, Узбекистану, Туркмению, пока мы откладываем в сторону, явные позитивные преимущества своего члена в Евразийском экономическом союзе. Тогда ситуация может развиваться по более положительному сценарию и пути. Спасибо. Вопрос, Херамон. Скажите, пожалуйста, а какова сейчас экономическая ситуация в республике? Ну, экономическая ситуация, на самом деле, мы говорим сейчас об отношениях с Россией, она, как ни странно, очень сильно зависит от того экономического положения, в котором находится Россия. Потому что, как я сказала, большое количество граждан Таджикистана заняты заработком именно в России. В таджикской экономике присутствует российский бизнес. Это очень серьезный игрок в таджикской экономике. Сегодня была озвучена такая официальная фраза, что объем товарооборота между двумя странами в 2016 году составил 1 миллиард долларов. Но это в период кризиса. И для Таджикистана, в принципе, даже эти средства, они неплохие. Но я хочу сейчас сказать немного о другом. Вот мы сейчас опять-таки вернулись к вопросу о Евразийском экономическом союзе. Дело в том, что буквально недавно, по-моему, осенью, киргизские власти очень скептически, немного критически отзывались о положении своей страны в рамках этого союза. Они подвергали большому сомнению те результаты, которые были достигнуты ими в рамках этой организации. И у Таджикистана, естественно, появился свой конюнк для того, чтобы подумать не один, а два раза на этот счет. Потому что данный союз диктует определенные условия, которые для таких экономик, как Таджикистан, очень обременительны. И они могут сыграть, в принципе, фатальную какую-то роль. Касательно состояния экономики в Таджикистане, на самом деле 2016 год стал таким очень серьезным, сложным годом вообще для бизнеса частного, для иностранного бизнеса в этой стране. Дело дошло до того, что высокие люди в дипломатическом корпусе, как в российском, в Таджикистане, так и Евросоюза, они открыто стали критиковать политику, фискальную политику в Таджикистане, они привели в пример критику и жалобы российских компаний. Сперва об этом заговорил посол России в Таджикистане, Игорь Лякин-Фролов, а затем буквально недавно об этом говорил уже и на специальной встрече с представителями СМИ глава Европейского Союза в Таджикистане. Они достаточно открыто заявили о том, что то налоговое время, согласно новому законодательству, которое существует и действует в Таджикистане, оно нереально для того, чтобы не просто дышал иностранный бизнес, а просто для того, чтобы вообще существовать в этой стране, и очень многие серьезные компании серьезно задумываются о том, чтобы уходить с этого рынка. Поэтому будут ли власти Таджикистана прислушиваться к этой критике, я на это очень надеюсь, потому что это на самом деле очень серьезно может сказаться вообще на той небольшой доле самочувствия иностранного и местного бизнеса, который и так представлен в достаточно небольшом формате, и это фискальная политика должна быть, налоговая политика должна быть серьезно пересмотрена. Об этом говорят и местные производители, и местные бизнесмены, которые просто особенно мелкий и средний бизнес, он очень давно об этом говорит. будет ли таджикская власть на это смотреть серьезно с точки зрения того, чтобы оздоравливать экономику и проводить реформы, вот это действительно вопрос. Игорь, я хотел бы такой, может, холостический спор начать, вот какой сейчас строй вот этих республик, он как туристический или даже еще пораньше, как феодальный чуть-чуть? Я думаю, что он смешанный, республики ищут, каждая республика ищет свой путь, но в целом они, конечно, ориентируются на Запад, на мнение США, вот это очень важный момент, поэтому проводятся выборы, все как положено, но тем не менее мы видим очень серьезную такую примесь азиатскую, все равно все возвращается к, поскольку республики стали самостоятельными, уже нет такой советской Москвы над ними, они возвращаются в свой привычный исторический формат, рано или поздно они к нему вернутся, более того, я думаю, что выборам в какой-то уже близкой перспективе не будет уделяться такого внимания, если, конечно, не будет там какого-то специального давления со стороны Запада, и они, в общем-то, придут к той форме, которая их устраивает. Если народы этих стран устраивает, ну вот та ситуация, которая сейчас там есть, тогда, соответственно, не будет никаких абсолютно вопросов, тем более и на юге, и в Центральной Азии, и в Афганистане, и в других странах, в общем-то, тоже примерно та же самая ситуация, поэтому вся вот эта большая Центральная Азия, вот этот весь огромный радиус, промежуток между Китаем и Россией, он будет заполняться несколько другой политической системой. Мы должны просто к этому готовиться, это принимать как данность. Спасибо. Дайте вопрос Мерхат. Мерхат, как павший, в чем своеобразие положения в Таджикистане, где есть сын у президента, а вот во многих республиках, например, в Казахстане только дочки и только или зятья? Во-первых, тут казалось, что азиатская, вы говорите по завтра азиатскому, знаете, Южная Корея, Япония тоже Азия. И еще надо вспомнить о том, что в казахской степи и волосные, и султаны были всегда выборны, и выборы проводились всегда. Что касается, вот, нет теперь на дне России, знаете, я смотрю на Россию, последние 15 лет Россия полностью скопировала Казахстан. Поэтому, кто у кого учится, тут это большой вопрос. Вот. Теперь, значит, по поводу Рахмона. Конечно, вот то, что Рустам Мали стал мэром, это, конечно, с одной стороны шокировало общественности, причем не только в России, а в Средней Азии. И зря вы так говорите, что в Средней Азии люди хотят в Средневековье. Это, конечно, большое заблуждение. Вот. Здесь, с одной стороны, удивились, с другой стороны, в общем-то, все идет, все к этому и шло. Дело в том, что и в Таджикистане шла, произвела, произвела, была очень четкая зачистка. Была, значит, поставлена вне закона партия Исламского Возрождения. Была поставлена вне закона партия, значит, Куватова, Морали Куватова, который, как я отметил, был застрелен в Турции, в Стамбуле, именно спецслужиями Таджикистана. Вот. И поэтому, в общем-то, то, что происходит там, в Таджикистане, это, если бы нам сказали, что такое будет, скажем, в 90-х годах, сразу же после гражданской войны, когда, кстати, партия Исламского Возрождения сыграла ключевую роль в том, что примирение наступило, кстати говоря. Вот. Мы бы, конечно, не поверили. Мы в то время полагали, что в Таджикистане будет все по-другому. Теперь мы говорим о Средней Азии как об одной стране, а в то же время в Киргизии сегодня какой у нас по счету президент? Четвертый. Если там взять еще Утунбаеву, которая там год была, в 2010-2011. Первая, значит, страна вообще на территории вот то, что мы называем Средней Азии, а бывшая советская, где президент вообще была женщина. И какие бы там события не были, какие бы перетряски не происходили, все-таки выборность это очень важно. И выборность там есть. И вот как они сейчас произойдут в этом году президентский выбор, мы посмотрим. И, в принципе, по сравнению с другими странами нельзя говорить, что Таджикистан и Киргизстан одинаковы. Вот. Ну, что касается Таджикистана, Казахстана в данной ситуации, а Дмитрий лежит там только дочери. Ну, тут будет очень много вариантов. Я знаю только одно, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что Назарбаев, как и Ислам Каримов, умрет на посту. Оттянет это настолько, насколько это можно. Вот. Тут речь... Дело в том, что надо отметить, что... Ну, я не знаю, как в других. Вот в Таджикистане, наверное, по-другому. А вот отношение в семье Назарбаева, это как у отношения в семье короля Лира в одноименном произведении Шекспира. А там все-таки надо отметить, например, Дариган Назарбаева, дочь, старшая дочь Назарбаева, она в свое время организовала партию АСАР в начале 2000-х годов, что, в общем-то, сильно смутило Назарбаеву. Дариган Назарбаева со своей партией очень быстро раскрутилась благодаря не только финансовым, значит, моментам, но и благодаря тому, что она контролировала вместе с мужем, теперь уже покойным, бывшим мужем. Ведущие, естественно, масса информации в Казахстане. И, в конце концов, Назарбаев делал все, чтобы эта партия исчезла и как бы вошла, официально вошла в состав правящей партии Нур-Атан Назарбаевской. То есть, очевидно, на лицо видно, что здесь отношения совершенно другие. Еще один момент. Многие говорят о внуках Назарбаева, от первой дочери, об Айсултане и о Нур-Али. Но надо отметить, что все-таки это настоящие казахи. Для них Назарбаев без власти это ни много ни мало всего лишь нагашиата, то есть дед по материнской линии. А это на несколько порядков ниже, чем родной отец. А родной отец, Рахат Алифак, известно, опять же, отношения в семье короля Лиры, был найден повешен в властейской тюрьме. Оба сына, оба внука Назарбаева были на похоронах. И ясно, что если они придут в власти, то рано или поздно возникнет такой синдромчик 20-го съезда. И это, в общем-то, может, я имею в виду, не просто разоблачение, а какая-то вот очевидность, что возникнут какие-то моменты, чтобы дисквалифицировать ту славу, которая сегодня, значит, воспевается, восхваляется в Казахстане. И Эльбасы, национальные видео, сегодня как бы национальные герои и так далее. Тут очень все серьезно. Тут очень, да, имеют место такие моменты феодальных каких-то элементов, но говорить, что это Азия, извините меня, все-таки в Бангладеш женщина была президентом и в Пакистане в свое время Беназир Бхутта была премьер-министром. Поэтому тут немножко надо по-другому смотреть. И опять же, как я отметил, все-таки правление Путина, посмотрите на Путина, это полностью то, что делал Назарбаев, Путин скопировал за последние 15 лет. Поэтому кто, у кого копирует, кто, на кого влияет, то надо еще посмотреть. 25 мы даже считаем, Путин после 15 лет, Назарбаев тоже после распада. Нет, вот что касается России, тут я абсолютно согласен. Россия при Петре Первом прорубила, как известно, окно в Европу. Но сейчас времена меняются, 300 лет прошло, и Россия опять возвращается в Азию. Не в каком-то там негативном плане, в смысле экономики, в самых разных направлениях Россия возвращается в Азию. Тем более, я с этого начал, есть огромные стратегические проблемы во взаимоотношениях с так называемым западным миром. Это, прежде всего, страны Евросоюза ведущие и Соединенные Штаты Америки, то есть англо-саксонский мир. Поэтому здесь ничего нет удивительного. Мы, русские, даже выглядим с точки зрения европейцев как азиаты. Даже Гитлер, когда начинал войну, они говорили, посмотрите, какие азиатские, ну я перефразирую, лица. С их точки зрения мы азиаты. В этом ничего нет плохого. Просто у нас вот какой-то негативный оттенок в этом термине появился за последние десятилетия. Но, тем не менее, мы живем в этом регионе мира и ничего страшного. У нас должны быть свои законы какие-то, во всяком случае, со своей спецификой. И тогда, может быть, нас это во многом устроит. А что касается различий между странами Центральной Азии, ну, например, между Киргизией и Таджикистаном, безусловно, они не только ментальные какие-то, генетические, они даже в плане политики налицо. Ну, допустим, в Киргизии постоянно хотят избрать какого-то нового президента. Я уже об этом сказал. Там реактивный в этом смысле народ. И там всегда это будет происходить. То есть там аналогичная схема, например, аналогичная таджикской, она уже не пройдет. Поэтому Киргизия в этом плане резко выбивается из общего ряда, из ряда остальных четырех стран. Ну, я думаю, что не скоро там еще будут такие вот потрясения. Давайте послушаем, что думает по этому поводу Хирамон. Хирамон, как вы считаете, Таджикистан надолго в таком запрессортировать нынешнем состоянии подмороженном? Я думаю, если с точки зрения населения Таджикистана и журналистов смотреть, то, в принципе, начались интересные времена. Мне будет интересно наблюдать. Вот мы сейчас говорили о Рустаме и Мамали. Я вам скажу так. Ему 29 лет. Он самый молодой генерал. Это уже везде исписано. Когда его назначили на этот пост, была такая реакция, что все удивились. Естественно, было очень много разной негативной реакции со стороны. В основном извне. Но я вам скажу так. Он превратился с точки зрения средств массовой информации, он превратился в одного из самых интересных объектов, за чьей деятельностью пристально следят. В особенности за его работой, за его решениями, первыми решениями, первыми шагами. Сегодня отслеживают те представители гражданского общества, которые прежде очень близко работали с бывшим мэром Душанбе. И один из них, очень активный наш товарищ, он сказал, что он будет с удовольствием наблюдать за решениями нового мэра для того, чтобы проверить еще и его реакцию на критику. Потому что бывший мэр Махмад Саиду Байглоев, соратник президента, он отличался достаточно чувствительным отношением к критике в прессе. Он всегда реагировал очень серьезно, он пытался исправлять. И если он был с чем-то не согласен, он, конечно, мог обрушиться с критикой в адрес прессы. Но реакция с его стороны была. И сегодня, когда этот человек уже не у поста, многие эксперты и представители средств массовой информации отмечают именно вот это качество. Качество ответа. То есть этот человек пытался держать ответ, несмотря на то, какова оценка общества на его деяние. Потому что человек прославился огромным проектом, прозванным генпланом, у которого тоже очень неоднозначная реакция у членов общества. Поэтому сейчас к деятельности Рустама и Мумали приковано большое внимание общественности. Ну вот, немножко возвращаясь к визиту господина Путина в Таджикистан, я просто хочу такую маленькую деталь добавить, которую я, наверное, просто должна была сказать в конце. Нужно смотреть на этот визит все-таки согласно с теми мнениями экспертов извне, которые считают абсолютно, я считаю точно, что не зря или не просто. Владимир Путин выбрал дату визита в эти дни. Он решил просто посетить три страны в Центральной Азии. Это имеет прежде всего такой политический посыл, политический смысл, знак, который направлен и адресат которого, скорее всего, находится на Западе в администрации нового президента Трампа, который до сих пор еще не определился со своей политикой в отношении этого региона. Трамп занят внутренними проблемами и в отличие от своих предшественников того же Обамы, той же Гиллари Клинтон, которая некогда занимала пост госсекретаря США, которая навещала Таджикистан, она была в Таджикистане со своей миссией, она очень громко говорила о правах человека, высказывала критику. До сих пор новая администрация США не высказалась по этому поводу. И есть такое мнение, что Путин сделал такой вот жест, такой сигнал подал на Запад, просто показать, просто сказать о том, что здесь мои друзья, эти люди работают со мной и я с ними тоже, поэтому имейте это в виду. Да, Херамон затронул очень важный стратегический момент по поводу того, как же новый Вашингтон, новая администрация, возглавляемая Дональдом Трампом, будет относиться к странам Центральной Азии. Ну, не так давно, буквально несколько месяцев назад, страны Южного Кавказа тоже размышляли над тем, а нужен ли будет вообще Южный Кавказ, Кавказ в целом, Дональду Трампу, который говорил, что приоритет будет отдан в его работе внутренней политики в самих Соединенных Штатах. Тем не менее, буквально сразу же после своего избрания, инаугурации, Соединенные Штаты Америки, новая администрация очень четко обозначила Южный Кавказ как зону своих стратегических интересов, что было, в общем-то, сюрпризом для многих представителей, экспертов этих стран. Более того, сейчас уже обозначается позиция США по каким-то уже отдельным проблемам, например, по Карабаху. Я думаю, что сюрпризов в отношении стран Центральной Азии не будет. Соединенные Штаты Америки не отвернутся от Центральной Азии. И более того, я считаю, что по сравнению, допустим, с Хилари Клинтон, которая действительно опекала даже, я вот такой термин могу применить в какой-то степени страны Центральной Азии. Во всяком случае, очень пристально смотрела на этот регион. Тогда и новый шелковый путь планировался, который во многом отличается от экономического пояса шелкового пути Китая. Так вот, вот эта ситуация и будет меняться. Я просто уверен в том, что новая администрация США расставит здесь свои приоритеты, причем расставит достаточно жестко. Ну, хорошо, что президент Российской Федерации вот этот тур совершил. Наверное, это какой-то сигнал, в том числе и в адрес Нового Вашингтона. – Мир Хат, вопрос. Как ощущаете, устраивает ли все эти режимы сейчас новую администрацию США? Или кто-то у них там, может быть, на подозрении есть, как когда-то был, я помню, киргизский лидер? – Я думаю, что то, что сейчас тот статус-ко, который находится сейчас, который мы наблюдаем сейчас в Средней Азии, в принципе, устраивает всех. Насколько мы знаем, как после распада Союза, насколько активно Соединенные Штаты, насколько сильно они обращают внимания на регион, какие были разнообразные инвестиции в регион, ну, там, на уровне культурных связей и так далее. Потом интерес понемногу ослаб. В основном сконцентрировано было внимание на тех странах Средней Азии, где есть сырье, а это Казахстан, Туркменистан, в какой-то степени Узбекистан, вот там Ислам Каримов, у него была такая жесткая изоляционная политика немножко. Ну, не такая изоляционная, как в Туркменистане, но, тем не менее, вот и природный газ в Туркменистане и так далее. Везде иностранные фирмы западные, в том числе американские, работали. Но в Казахстане это было в основном на Западе. Но, как я всегда говорил и говорю, для демократических институтов в Средней Азии существует три проблемы, три препятствия. Это нефть и газ. Почему я это говорю? Потому что Запад, в том числе США, будут закрывать глаза на права человека и на развитие демократических институтов, если, значит, режимы в Средней Азии и сегодняшние президенты будут балансировать между сферами влияния и разыгрывать эту карту. Второе, это вот геополитика. Это вот как раз, когда, здесь надо отметить Назарбаева, который очень умело это использует и, в принципе, и когда идет нажим со стороны Запада по поводу прав человека, по поводу, значит, проблем, которые испытывают средства массовой информации свободной и так далее, ну, тогда возникает вопрос, где будет ли, и запад тоже отходит в сторону. И третье, значит, проблема перспективы, которая является препятствием для развития. Это не странно, это, значит, действия НАТО и Запада в Афганистане. То есть все эти страны, они используются, НАТО, как маршрутные зоны. То есть там и воздушные перевозки, и вот мы знаем, что до какое-то большое время и Манас использовался, вот эта военная перевалочная база там на аэропорту Манас. То есть это тоже очень сильно влияет. То есть все эти моменты, ну, влияли и во всяком случае, когда активно шло вот эти военные действия или там действия миротворческие со стороны НАТО. Конечно, все эти маршруты и через Узбекистан, и через Турмению, и через Казахстан, все это и веже с дорожным путем, и воздушным путем для того, чтобы получить разрешение, конечно, найти на уступки. То есть Запад, в принципе, то, что Трамп пришел или то, что Обама пришел, я думаю, что никакой разницы не будет, потому что, ну, как мы знаем, вообще, в западной мере, а тем более в Соединенных Штатах, президент, в принципе, это не то же самое, что президент в странах бывшего Советского Союза. Ну, что он, ну, он может говорить все, что угодно, но все равно работает команда. Он говорит, что он собирается сделать вот так, вот сделать вот так, но сколько его указов разнообразных, ну, не проходит. Там есть очень серьезная система сдержек и балансов. Значит, есть три двери власти, совершенно не подчиняясь друг другу, совершенно свободны. Ну, об этом только можно мечтать, конечно, странным бывшего Советского Союза. Вот. Поэтому мне кажется, что больших изменений в отношении, в политике США в отношении Средней Азии не произойдет. Я вот здесь с Мирхатом поспорил по поводу того, надо ли странам Центральной Азии оглядываться на то, а какой президент на данный момент в Соединенных Штатах. Обама, Трамп или кто-то еще. Вот когда страны Центральной Азии, все эти пять республик находились в составе единой, большой, общей, достаточно сильной страны Советского Союза, им было тогда абсолютно все равно, что происходит в Соединенных Штатах, кто там будет баллотироваться на пост президента, когда эти выборы будут проходить и так далее. Люди об этом не знали, они занимались своей жизнью. Вот сейчас как раз возникли проблемы у стран, у этих, и они вынуждены интересоваться тем, а кто же там, мало того, кто там президент и когда будут выборы в Соединенных Штатах, а именно какую политику будет проводить новый президент и как она будет отражаться конкретно на этих странах. Соединенные Штаты Америки усилились, об этом надо четко сказать, надо это понимать. И именно по этой причине все эти страны смотрят на политику, которую проводят США. Естественно, очень важна роль Российской Федерации, руководства России, но тем не менее, вот пока такая мультивекторность сохраняется по истечении 25 лет после распада, я об этом уже говорил, Советского Союза. Сейчас наступает следующее, четверть века. И как будет развиваться ситуация именно в течение следующих 25 лет, мы не знаем. Но во всяком случае, времена не очень легкие наступают для стран Центральной Азии. Вот это можно сказать достаточно четко и дать по этому поводу абсолютно внятный прогноз. Спасибо. Хирамон, как вы считаете, надолго ли эти республики останутся таким, может быть, каким-то потенциальным очагом нестабильности в регионе? Ну, это, конечно, очень сложный вопрос, и больше, наверное, об этом должны говорить эксперты. Я очень надеюсь, что нестабильно не будет, потому что Таджикистан пережил действительно страшные события, не дай бог никому. И на самом деле события 92-го, 97-го годов, они стали ключевыми для того, чтобы для переосмысления или вообще для становления вот этого вот менталитета гражданского. Сегодня мы очень часто обсуждаем эти темы в силу профессии. Мы часто задаемся вопросом, почему в Таджикистане народ аполитичен, почему новое поколение, которое выросло в Таджикистане, оно как-то вот, оно, во-первых, конечно, там совсем другой уровень образования, мировосприятия, вообще сознание того, что происходит, отсутствие плюрализма мнения в своем собственном сознании. Это очень серьезные вещи для молодого человека. И приходится признавать, что след войны, который пережили жители Таджикистана, он на самом деле, эти рубцы, они еще не прошли, и они достаточно серьезно дают о себе знать. Эта боль она дает очень часто знать, когда речь идет о какой-то политической деятельности, о деятельности оппозиции. Мы только сейчас обсуждали вопрос оппозиции или положение оппозиции в Таджикистане, которое практически, можно сказать, не осталось сейчас. Все, кто мог, они бежали. Определенное количество, порядка 200 человек сейчас сидят в тюрьмах, они приговорены к реальным длительным срокам. Власти заподозрили их в том, что они пытались, это конкретно партия исламского возрождения пыталась поднять народ или провести переворот государственный в сентябре 2015 года. Там очень много вопросов, которые задаются просто независимые умы, ответы на которые, конечно, только можно догадываться. Поэтому это очень серьезные все вопросы. Но на самом деле, если говорить о том, могут ли повториться какие-то события именно в плане, насильственные события, вот это точно не про Таджикистан. Это не про Таджикистан, потому что народ все очень хорошо помнит, все, что было. И есть философия народная о том, что лучше жить с куском хлеба и в мире, и в спокойствии, чем переживать войну. Это все последствия этих событий, они достаточно серьезные. Я помню свое описание, я впервые в качестве журналиста в 98-м, по-моему, году я выехала в Казахстан, в Алматы. Я уже была тогда представителем независимого информационного агентства, и я, как человек, проживший в Душанбе, в военном Душанбе все эти годы, я продолжала учиться, правда. Я училась в университете, университет, мол, плохо, хорошо, но он работал. И я уже поехала в Алматы, я помню, на семинар Интерньюз. Это было для меня, для меня это было, конечно, большое открытие, потому что я поняла, насколько, насколько мы отстали. С нами были парни из Казахстана, которые стремились к чему-то, они хотели работать во власти, они хотели делать карьеру. А я приехала как бы из Таджикистана, где еще продолжалась, так сказать, партизанская война. Эти события продолжались вплоть до 2000-го года в Таджикистане и в отдельных участках, я имею в виду. И вот это вот сознание человека, приехавшего из страны, где была только что война. Это несравнимо с тем, которые переживали наши соседи. Это, не дай бог, никому на самом деле. И я ни в коем случае не оправдываю действия властей в Таджикистане, которые последнее время очень часто критикуют за жесткую позицию, за подавление. Но в то же самое время я могу сказать, что сторонников этой власти тоже немало. Почему? Потому что они оправдывают свои, они знают, чем оправдывать свои поступки. Другое дело, это уже работа правозащитников гражданского сообщества, которое должно работать с обществом, которое должно доводить до властей информацию о проблемах, о пытках в тюрьмах и в армии, о чем в принципе они стараются делать. Но, конечно, положение гражданского общества оставляет желать лучшего. Оно сейчас не такое, которое было еще 5 лет назад и 10 лет назад, тем более. Спасибо. Херамон, вот вы, на мой взгляд, сказали ключевую фразу по поводу того, что лучше жить с куском хлеба, лишь бы не было войны. Но вот сейчас странно слышать эти фразы изнутри тех стран, которые, в общем-то, откололись от Советского Союза. Мы по такому лозунгу, все это помнят, жили в Советском Союзе. Лишь бы кусок хлеба там, мешочек риса какого-то, гречки, лишь бы не было войны. Мы как в целом люди разрушили, по сути, Советский Союз для того, чтобы не жить по этой схеме. И мы сейчас возвращаемся к тому же самому формату. Это достаточно страшно слышать по большому счету. И это на фоне того, что в каждой стране, в Таджикистане, в Киргизии, в Российской Федерации это есть. Есть люди прямо сегодня, они жили на протяжении всех последних 25 лет, которые не желают жить по этой схеме. Это достаточно узкая группа людей, которые не желают жить по этой схеме. Они не против войны, которая где-то происходит. Это в том числе олигархи. Они туда, и их родственники ближайшие идти не собираются. И далекие родственники их туда идти не собираются. При этом они живут не только с хлебом и салом, а со всем набором продуктов, который, по их мнению, им необходим для ежедневного рациона. Поэтому, мне кажется, этот тезис звучит достаточно странно. И если мы опять возвращаемся к тому же, от чего и пришли, то это подтверждает мой тезис о том, что впереди нелегкие времена. Не только у стран Центральной Азии, а вообще у нашего всего постсоветского плацдарма. – Да, я согласен. Потому что, если, например, взять набор лидеров, он же лет 20 не меняется. И поэтому Кремлю выгодно с ними работать. Правильно я понимаю? – Выгодно работать в любом случае. Это даже в цеху где-то, в любом месте. Выгодно работать с теми людьми, кого ты знаешь, в ком ты. Ну, не на 100%. На 100% нельзя быть ни в ком уверенным, тем более в политике. Ну, по крайней мере, процентов на 50 мы уверены, как в своих проверенных партнерах. – Да, и вот я думаю, что сегодняшнее награждение президента Таджикистана Орденом Александра Невского о многом говорит, потому что вообще-то это вот по статусу я его посмотрел, он как награда высшим дипломатам или главам дружесных государств. – Ну, значит, учтен дипломатический аспект работы Мамали Рахмона. – Да, большое спасибо. Спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что на «Волнах радио свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Рокторович, старший редактор программы «Людь Винолидов» и Елена Калупаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова